Лет 10-15 назад, когда Путин был помоложе, у него хватало времени на увлечения и развлечения. Он любил кататься на клюшках по заснеженным склонам гор, играл в хоккей лыжами верхом на гимнастках и вообще вел активный образ жизни. Тогда охрана еще не собирала его выделения, чтобы такой ценный продукт жизнедеятельности монаршей особы не попал в чужие, или еще хуже, в совсем чужие руки. С фантазией у него и тогда было слабо, поэтому он несколько раз появлялся на публике, чтобы изображать игру на фортепиане. Это сейчас он кусает локти, потому что играл руками, а ведь мог стать секс-символом целого поколения, невзирая на досадную плешь. Теперь времена не те. Поют они шойгу друг другу в таежной палатке рядом с нарисованным на холсте камином. Фантазия совсем зачахла и приходится пользоваться конспектами давно ушедших лет. Они составлялись еще тогда, когда в окружении были странные люди, которые копались в архивах Рейха, вывезенных из Германии после окончания Второй мировой, и оттуда выуживали всякие приемы для эффективного управления стадом. Потом этих умников постепенно выдавили, а конспекты оставили. Теперь все, что делает Путин и его ближнее окружение, полностью повторяет то, что их стадо никогда не слышало, и поэтому воспринимает за великую мудрость гениального Путина. Практически все действия и выражения Путина как-то перекликаются с тем, что было сказано Гитлером и Сталиным. Йосю цитируют реже, потому что оригинальный текст найти довольно легко, а с цитатами Гитлера можно обращаться проще и не стеснять себя, черпая новаторские мысли. Вот небольшой сборник в виде текстов и рисунков. Записные борцы с фашизмом, которые они ассоциируют с Третьим Рейхом, усиленно перерабатывают выражения фюрера и выдают в массы, как некие лозунги или объяснения своей позиции. Неудивительно, что в недавно открытой военной церкви Кремлевского патриархата, сделанной из переплавленного оружия Второй мировой, как особая реликвия хранятся кальсоны Гитлера и расческа для усов. Они могли отлить себе церковь из рельс и паровозов стройки номер 503, железной дороги, которую зэки строили до Норильска, но эта история уже табу. А вот из оружия другое дело. Единственное, что не хватает в пантеоне этой церкви, микрофоны министра пропаганды Иосифа Геббельса, имя которого подкрутили и называли Йозефом, чтобы звучание не совпадало с именем вождя и учителя. Без Геббельса у Рейха были бы проблемы. А вот у Путина таких проблем нет. У него вместо одного Геббельса есть Соловьев, Киселев, Симоньян, Скобеева и ряд артефактов пропаганды калибром поменьше. Некоторые подвизаются на ниве наглядной агитации и выдают вот такое. Было бы очень интересно посмотреть на то, как бы выглядел пейзаж, если буквально через 100 метров была поставлена еще одна рекламная растяжка такого вида. Тогда бы всем стало понятно, у кого Путин списывал и во что превратилась современная Россия. Украина имеет опыт уничтожения как германских, так и советских оккупантов. Поэтому можно не сомневаться в том, что эта недоимперия откинет копыта, подавившись Украиной. Это предсказано давно и время, когда пророчество сбудется, все ближе. Устами младенца глаголит истина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...